Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Даргумеров. И сегодня мы покажем, как легковой автомобиль на полной скорости въехал в пассажирский автобус. Просто на скорости вылетел, у нас речка висит. Есть пострадавшие. Поставил воровство на поток. Для раскрытия преступления оперативники опросили возможных свидетелей, очевидцев. Изучили записи с камеры видеонаблюдения. В чем подозревается задержанный? Наркодилер на колесах пытался перевезти в багажнике 16 килограммов наркотиков. Это все вот в этом, да? Да, да, да. Как проходило задержание? Это не только в ближайшие 10 минут. Накануне ночью два человека пострадали в результате серьезной аварии. Все произошло в районе озера Лебяжье в Казани. Предположительно, водителя Ford Focus на высокой скорости занесло на крутом повороте, после чего он ехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автобусом 46 маршрута. О том, что произошло, на вся Бенязова. Я не знаю. Просто на скорости вылетел, у нас речка висит. Водитель автобуса вспоминает произошедшее. Он, как обычно, двигался по маршруту Дубравно-Юдина. В какой-то момент в районе озера Лебяжье в него влетел Ford Focus. Водитель общественного транспорта объясняет, что опыт работы у него большой, и стаж вождения тоже. А потому аварийной ситуации он не создавал, и столкновение стало для него полной неожиданностью. Данный участок дороги считается опасным, поскольку именно здесь часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Здесь крутой поворот и ограничение скорости 40 км в час. Однако водители часто пренебрегают этим. По словам очевидцев, и на этот раз предполагаемый виновник аварии пренебрег правилами дорожного движения. О высокой скорости и силе удара можно судить по повреждениям на машинах. Чтобы вызволить из Ford мужчину, очевидцы вызвали спасателей. Они распилили автомобиль. 64-летнего водителя госпитализировали в больницу с тяжелой травмой. А 18-летняя пассажирка автобуса получила ушиб левого плечевого сустава. Но от медицинской помощи она отказалась. Плохая видимость. Нарушение правил дорожного движения или же опасный участок дороги. Почему же водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, сейчас предстоит выяснить сотрудникам автоинспекции. Нафиса меня отзыва за Цемигулин. Вызов 112. Промышлял кражами видеорегистраторов и антирадаров. Нижнекамские полицейские задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей. Им оказался 28-летний местный житель. С начала этого года с заявлением о краже в полицию обратились как минимум 9 человек. По версии следствия, подозреваемый в период сентября по марте текущего года разбивал стекла автомашин, проникал в салоны и похищал видеорегистраторы и антирадары. Все похищенное предполагаемый злоумышленник сдавал в комиссионный магазин. Общий ущерб от его действий составил 90 тысяч рублей. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. В Казани также поставили воровство на поток. Полицейские города задержали подозреваемого в серии краж. По версии полицейских, предполагаемый злоумышленник брал все, что плохо лежит и избывал добытое в ближайшие ломбарды. Сколько людей пострадало от его рук, расскажет Рамиль Шайдулин. Заявления в полицию о краже имущества стали поступать от казанцев еще с ноября прошлого года. Люди теряли оставленные в сумках банковские карты, мобильные телефоны и деньги. Кражи происходили в развлекательных заведениях, в гостиницах, кафе и салонах красоты. Сумма ущерба по всем установленным фактам предварительно превысила 300 тысяч рублей. Пострадавших как минимум 20 человек. Для раскрытия преступления оперативники опросили возможных свидетелей, очевидцев. Изучили записи с камеры видеонаблюдения, изъятые с мест происшествий. Работая над раскрытием преступления, стражи порядка выяснили, что предполагаемый злоумышленник работал по одной и той же схеме. Он пользовался невнимательностью у потерпевших и забирал содержимое сумок, оставаясь при этом незамеченным. Вскоре оперативники установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства. Оказалось, что 41-летний мужчина уже был судим. В ноябре прошлого года мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичных краж. Подозреваемый свое вино в инкриминированных преступлениях признал полностью. Похищен он в основном сбывал ломбарды, а деньги тратил на личные нужды. В отношении подозреваемого полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Рамиль Шайдулин, Айрад Назипов, Вызов 112. Ушел из дома и не вернулся. В Нижнекамске разыскивают 66-летнего Владимира Суханова. Вечером 14 марта он вышел прогуляться и с тех пор его больше никто не видел. Ситуация осложняет то, что мужчина страдает потерей памяти. Подробности в материале от Бена Солгараевой. В последний раз Владимира Суханова видели неделю назад возле дома по Мурадьянову «Семя» в районе 6 часов вечера. Женен сообщил, что пошел прогуляться с тех пор о месте нахождения пенсионера, ничего не известно. Соседи переживают за его судьбу. Мужчина вежливый и порядочный. Хороший, хороший был. Хороший, да. И жена тоже хорошая. Ну, семья благополучная. Да, 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 да. Он хороший человек, да. Он дружелюбный такой. То, что каких-то плохих качеств у него нет. Он неделю назад тоже так же ушел. Ну, его нашли быстро. Через сколько дней? Нет, на другой день. Вот она утром писала, и тут же его после обеда домой привезли. А он болеет, да? У него что-то не знает. Вроде как... Потеря памяти? Потеря. То, что у пропавшего проблемы с памятью, подтвердила в телефонном разговоре и его супруга. У мужа диагностировано разрушение мозга. На хоне заболевания терялся он уже не раз. Так что поиски стали вести практически сразу. В больнице это сразу, это милиция. И волонтеры ездили на красные тюрьмы на кладбище. Соседи по саду в сад ездили. А почему на кладбище-то ездили? А потому что у нас дочь погибла два с половиной года назад. А вы думаете, что он поехал на могилы, да? Ну да, да, да. Вы как думаете, что с ним могло произойти? Всякое могло произойти. Я боюсь, что он был на попутках уехал, чисто бы. А там заводилось. Сейчас Владимир Суханов объявлен в розыск. Уходя из дома, он был одет в черную зимнюю куртку, шапку с меховым отворотом и кожаным козырьком. На ногах были коричневые ботинки. Рост мужчины 175 сантиметров. Глаза голубые, волосы и борода светлые. Всех, кто обладает какой-либо информацией, полицейские просят обращаться по телефону, указанным на экранах. Альбина Слагараева, Наталья Лушникова, Марсель Джураев. Вызов 112. Полицейские рассказали кадетам Казанской школы-интернат о вреде наркотиков. Воспитанники учреждения узнали об ответственности за хранение и распространение. Также им продемонстрировали ролик, в котором в доступной форме повествуется о последствиях их употребления. Кроме того, учащимся напомнили, что с 12 по 23 марта этого года в Казани проводится первый этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». В ходе акции осуществляется сбор и проверка оперативно значимой информации и оказывается квалифицированная помощь по вопросам реабилитации и лечения наркомании. Жители и гости города могут анонимно сообщить об известных им фактах распространения либо потребления наркотических средств по круглосуточному телефону доверия 291-2002. Изъяли почти 16 килограммов наркотиков. Полицейские Татарстана задержали 43-летнего ранее судимого мужчину. Водитель иномарки следовало из Москвы в Казань, пока его автомобиль не остановили на одном из контрольных постов полиции в Верхнеуслонском районе. Что нашли в багажнике его транспорта, расскажет Динара Камалова. Остановив внедорожник «Инфинити», автоинспекторы даже не предполагали, какой объем запрещенных веществ везет с собой его водитель. Ответ был получен после осмотра багажника. В нем стражи правопорядка обнаружили черный пакет, бережно укрытый одеялом. Внутри него находились свертки с наркотическими веществами. Как показала экспертиза, мужчина перевозил чуть меньше 7 килограммов гашиша, более 5 килограммов мифидона, порядка 100 граммов кокаина, а также около 3 килограммов амфетамина и более 700 граммов синтетики. Общий вес изъятых наркотических средств составил чуть меньше 16 килограммов. Задержанным водителем оказался ранее судимый за грабеж и разбой 43-летний мужчина. Так как установили полицейские, сейчас основным родом его деятельности стала перевозка крупных партий наркотиков. А изъятый товар он должен был доставить не только в Казань, но и в Пермь, Уфу и Самару. По факту покушения на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Дожидаться суда подозреваемый будет под стражей. Динара Камалова, Айрат Назипов, вызов 112. Пожарный извещатель спас жизнь сельчанки в Альметьевском районе. Частный жилой дом загорелся этой ночью в селе Ямаш. К моменту приезда пожарных бревенчатое здание на улице Школьная было полностью охвачено пламенем, а крыша успела частично обрушиться. Пожарные справились с огнем за 12 минут. 52-летняя хозяйка успела выбраться из дома самостоятельно. По предварительной версии в комнате, где спала женщина, замкнула электропроводка. От дыма, который заполнил практически все помещение, сработал автономный пожарный извещатель. Проснувшись от звуков сирены, женщина выбежала из дома, получив незначительные ожоги рук. В результате пожара дом был полностью уничтожен, хозяйка здания от госпитализации отказалась. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Тогда можно присылать и снятое вами видео. В студии была Эдар Гумеров. До встречи. Не бросайте вызов в судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова